Как всегда в ночное время к нашему борту подкатил Лоцман, а мы прибыли из колумбийского порта Ковенос в другой город, в котором мы уже были, который называется Черики-Гранде, и тут недалеко джунгли. На выгрузку этой нефти она должна была занять где-то около 24 часов. В данный момент никакой проверки у нас не было, поэтому можно было насладиться видами природы. Еще две недели и мы будем отмечать полгода нахождения на борту судна вместе с электромехаником Игорем, с которым мы присели на него в Суэцком канале. Как давно это было, хотя прошло как один день, и вы все были участниками событий, что здесь происходило со мной. Где-то пару часиков назад укатил Боцман, и следующая очередь должна была быть наша. Но это могло затянуться и на полтора месяца, а может быть мы уедем и вовремя, через две недели, кто его знает. В этот момент подвезли нам двух кадетов, одного электрического, второго механического, который engine room кадет, ему 36 лет. Ну, как я и предполагал, что так и будет, оно вышло даже еще хуже. Если ты не знаешь английский или профессию, то еще полбеды. Английский нет, профессию знаешь, или, допустим, наоборот, на английском разговариваешь, профессию не знаешь, у тебя есть какое-то желание, то можно что-то освоить. В нашем случае было ни то, ни другое, просто какие-то вещи обычные, там, на лифте поехать, какую-то бумагу принести, там, очень сложно было объяснить. Я думаю, я своей внучке бы про нашу работу через два дня бы она больше понимала. Поэтому мы их, как говорится, ни к чему там не подпускаем, жду, когда уже им дадут пароли и логины на курсы, посадим их, пусть обучаются. Дали им четыре часа работать в сутки, четыре часа типа на обучение, сидят в каюте, ну, меньше приходят в машину и хорошо. Что поделать? Я говорю, ну, как пятое колесо в телеге. Не то, что я там как-то отношусь плохо к кадетам или к каким-то национальностям, но тут действительно тяжелый случай. Обычно все приходят, и я такой же был, нулевые полностью, но тут, не знаю, мне жалко второго механика. Я говорю, давай какие-то задания придумываю. Ну, там вообще это connection lost. В общем, что-то говоришь, я пытался тоже, уже и рисовал там, и картинки, и приносил что-то, показывал, пытался добиться. У них есть кадетские книги, оказалось ничего нет. Ну, вначале спросил, не понимают, написал, не понимают. Попросил Физера принести эту книгу, показал, тоже еле-еле поняли. Рыболовы-любители наши, поймали уже рыбы столько, сейчас пойду поснимаю. Так, вот наловили рыбки, две штуки. Говорят, Тюнафиш маленькая, тунец, ты поймал. Кличка у него Пушкин, сейчас может еще одну вытащит. Красавчик. Давай-давай, лови. Шервин, с прошлого парохода, наколку себе сделал, был вайпером, стал мотористом. Hero of the day, герой нашего дня сегодняшний. Продолжаем стоять на якоре. Только что прошел дождь. Пошел я на мостик. Попался мне матрос, который со стропомом стоит. Саной его зовут. Говорит, Чиф, я поймал акулу в 4 утра. Она лежит на корме. Если хочешь ее покушать, я говорю, не, кушать я не буду, я пойду только засниму. И где она? Надо идти смотреть. Вот и акула. Вот это да. Я с такой головой видел, только не помню. Кино где-то. Давно-давно. Типа рыба-меч, рыба-копье, рыба-молот. Не знаю, как это называется. Напишите в комментариях, как это акула. Здесь она бортная уже. Да, конечно. Ну, филиппинцы ее съедят без проблем. 4 килограмма, говорит, весит. Так она выглядит. Не повезло ей. По прибытии нового экипажа на борт обычно всегда нужно проводить тревогу. Ну, мы решили провести, как бы, обучение такое, тренинг. Поэтому взяли аппараты, с которыми надо заходить. С дыхательными аппаратами, когда борются с пожаром. Поодевали их, посмотрели, как это все происходит. Также сидели наши два кадета. Потом наш... Люди меняются постоянно. На прошлом пароходе, на котором вы уже со мной пробыли, сука, там, 4 контракта. Устал, считай, сука, я там раз был. Вот, например, напротив сидит повар. Раньше он был мессменом. Здесь вот напротив вайпер. Теперь он моторист. Писали ему промоушен. Теперь он одевает иммершн сьют. Ну, он такой веселый оказался. Видите, начал сейчас будет танцевать. Разрядил обстановочку. Все посмеялись. Ну, вылитый этот ниндзя-черепашка такой. Черепашонок. Веселый товарищ. Так сразу становится интересно. Люди сплачиваются. Разные национальности. Посмеялись, посидели. А на следующий день снова поработали. Как же приятно стоять на якоре. Особенно, если якорная стоянка длится около 9 дней. Вдалеке мы видели виллы. Напротив густых лесов. Может быть, это джунгли на островах. Не знаю. Но стоять было приятно. И тем более накопилось много работ. Которые надо было сделать. И что интересно, что их можно выполнять не спеша. Так сказать, никто тебя не подгоняет. Мы стояли в неведении. Куда же мы дальше пойдем. Что делать. Но меня это сильно и не интересовало. Потому что я настроился на полгода минимум. Что будет дальше. И когда меня поменяют. Мне все равно. Вот скажут сегодня. Соберусь в чемодан сегодня. Скажут через 2 месяца. Так и будет. Вдалеке проплывали небольшие лодочки. Что-то люди на них рыбачили. Наши филиппинцы тоже. Как я вам показывал. Ловили рыбку. Правда у них. Все акулы пострезали крючки. И теперь они стояли грустные. Им было уже нечем заняться. В машине. Как я и говорил. Мы по чуть-чуть делали. Где-то меняли прокладки. Как всегда я оживлю. С самого начала контракта. Мы мучаемся с системой очистки балластных вод. Это постоянно. Уже почти доделали. Ну в принципе с ней более-менее нормально. Окончательно разобрались. Но все равно каждый раз вылазит что-то новое. Над палубой летали всякие диковинные птицы. Когда я по вечерам ходил. Видел очень много интересных экземпляров. Но некоторые из них обессилев умирали и лежали на палубе. Матросы тоже не знали чем заняться сильно. Потому что... А что им делать? Красить? Да отбивать ржавчину, которая начала уже появляться. Краска у нас тоже была. Мы стояли на левом якоре. И наконец-то нам пришло уже намерение чартера куда-то пойти. А куда? В Колумбию снова. Идти в Колумбию нужно было нам прийти в 0.001 минуту. 11 апреля. А загрузиться 12.00. И потом уже пойти в Нью-Йорк. Неделю. И вот если меня не поменяют в Колумбии, то Нью-Йорк отпадает. И придется еще подождать месяца полтора. Сок-скраббер. Тоже система очистки выхлопных газов от окислов серы. И вот насос, который очищает выхлопные газы и охлаждает их также. Их два насоса. Механический сальник начал протекать. Насос весит вместе с электродвигателем 850 килограмм. И пришлось сделать такую конструкцию, чтобы его поднять. Потом уже весь этот насос унести в токарку. Поднять на кране. Тоже за работа заняла полтора суток. Сегодня будем чистить фильтром на донном кинстоне и разбирать насос забортной воды. Я нашел, видите, способ как общаться с кадетами. Хотя электрический кадет более-менее нормально. Все понимают. А машины совсем нет. Показал один в один перевод. Я даю, ребята, запишите этот Google Транслейтер и худо-бедно будем общаться так. Ну, постепенно там нормально уже. Не то, что первые дни просто немного мы в шоке были. Потому что никакого коммуникейшн не было с ними. Поработали мы и вечером можно и позаниматься спортом. Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то очередным вечерком на якорной стоянке я заполнял в каюте журнал нефтяных операций. И случайно заметил боковым зрением в иллюминаторе какое-то движение. По виду это напоминало летящую саранчу. Но когда я вышел на левый борт, это оказались птички. Похоже, они вроде бы на ласточек были. Садились вначале одна, две, три, четыре. Потом больше, больше. И я посмотрел в небо, там их просто было как миллионы птиц. Они, видимо, вылетели из джунглей. Так как наш танкер стоял на якоре и был освещен очень сильно. Полетели на свет. И почему-то приземлились все с левого борта. Можно сказать, около моей каюты. Ну, не только около моей каюты. Везде. И буквально я выходил, смотрел в иллюминатор каждые три-четыре минуты. Их становилось больше, больше, больше. Я уже открыл дверь. Они заполонили просто все. Сидели рядками. Дрались за каждое место. Я потом даже предложил, позвонил на мостик третьему штурману, чтобы он сказал капитану, может потушить свет. Чтобы они улетели. Ну, потом посмотрите, что стало утром с нашей палубой. Теперь посмотрим на продукты жизнедеятельности птичек, которые посидели вчера. Ого-го. Обгадили всю палубу. Подошла к концу наша 12-дневная стоянка на якоре. Мы сделали все свои работки. Не спеша, спокойно, размеренно. Вначале филиппинцы половили рыбу, как вы видели. Но акулы в них сожрали все крючки. И дальше уже никто этим не занимался. Единственное, что я рыбу посолил, мороженую. Ну, там уже еды вообще у нас не осталось. Просто еле-еле там повар что-то изображает. И вот под конец 12-го дня получили мы конкретное задание. Идем обратно в Колумбию. На погрузку. В порту будет 3 терминала. Мы должны погрузить 2 разных груза. Причем у него плотность, это тяжелое топливо, которое надо греть. И плотность у него, как у морской воды. Очень тяжелая. Пока что подсчитали. Не можем мы полностью взять груз. 700 тысяч баррелей. Надо немножко уменьшить. Ну, пока не думают. И что интересно самое, это выгрузка где будет. Погрузка, кстати, растянется на 5 суток. И буквально через 5 дней я буду отмечать с электромехаником Игорем полгода пребывания на борту судна. Ну, сегодня капитан послал по поводу нас. Если этот шанс мы и прозеваем, смениться, то следующий будет неизвестно когда. Потому что первый порт выгрузки это Сейнт Крокс. Я, кстати, когда-то там был. Это Виргинские острова. Виргинские. Вирджинские. Вирджин – это невинные острова, так скажем. Под американской юрисдикцией. Был я где-то в 2008 году. И когда сегодня увидел это название, я думаю, что-то такое знакомое. Точно, я же выходил погулять в город. Да, там красивое место. Но оттуда не светит улететь, потому что у сменщика моего нет визы. Если в Колумбии, я, конечно, лелею надежду, потому что мы там будем стоять аж до 18-го. Сегодня 10 апреля будем стоять до 18-го. Два дня идти. Снова же в Панаме хоть тут еще этот сок скраба работал. До сих пор, кстати. Работает нормально. Ничего не требует. Туда приходишь, у них коралловый риф. Ну, естественно, никто не любит сажу в воде. Поэтому переходим на дизельное топливо. Там работаем на дизельном топливе. Потом грузимся. Выходим, переходим на тяжелое топливо. Два дня идем в Вирджинские острова. Сейн-Крокс. За 200 миль переходим на дизельное топливо. Снова эти записи делать, переходить. Дальше выгрузились на дизельном топливе. Поехали. 200 миль прошли на тяжелое топливо. 4 или сколько там? 4-5 дней идем на тяжелом топливе. Нью-Йорк. Следующий порт выгрузки. На дизельное топливо переходим. Там уже не знаю, что там останется. Потом грандиозная бункеровка. Всякие ежегодные инспекции. Честно признаться, ну полгода все-таки. И меня это уже притомило. Я вот это что-то думаю. За 6 месяцев я прошел 8 инспекций. Сегодня, кстати, с утра мне суперинтендант мозг выносил по поводу месячных рапортов. Там их аж сколько бумаг этих. 33 штуки, короче, в одной папке. И вот я что-то одно не так отправил. Другое там забыл. И не было еще ни одного месяца, чтобы было все четко. Ля-ля-ля, почему, 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 почему? Вечно оправдываешься. Вот. Ну, вначале это не напрягает, а под конец заплыва уже надоедает. Тем более нравится заниматься конкретной работой. Вот это вот сидеть там, как бы отчеты эти писать, это хорошо. Но это такое все. Это чисто индусская тема. Потом, что еще напрягает? Я уже прошел 2 инспекции. Ветинг инспекшн. Это, как там, 7 сестер компании, которые нефтяные магнаты. BP, Shell и прочие. Они инспектируют танкера. Газовозы, химовозы и наш нефтеналивной флот. И теперь мы переходим на Сайры 2.0. Это с июня месяца начинаются новые проверки. Супер, супер навороченные. В 2018 году тоже, ну, как бы, это получается сколько? Раз в пять лет они, градация растет все выше и выше, уровень повышается. Ну, та проверка чем грозила? То, что раньше спрашивали капитана Стармеха и, может быть, там, сеньора офицеров. Ну, в смысле, спрашивали, естественно. То на той проверке, кого не поймают, могут спросить, что и происходило. Сейчас еще круче пошло. Сейчас даже сами инспектора, там, обалдели от этого. Ну, нам вот последний рассказывал чилийский инспектор. Им выдадут планшеты взрывопожаробезопасные. В общем, он заходит на судно. Все, что фотографирует, ну, естественно, там GPS, количество шагов считает. И, мало того, там список вопросов, я уж не знаю, там, например, 10 тысяч, да? И искусственный интеллект дает ему, какие вопросы будут озвучивать, 30 или 50. Из каждого вопроса еще три подвопроса. Он тебе что-то задал, ты должен показать, ну, например, у вас насос там работает? Нет, ну, да, мы его обслуживаем. Вот насос, насос, работает, все, все нормально, ничего с него не течет. Когда вы обслуживаете? Должен показать системе, когда, как часто, заказаны ли запчасти, если там не заказать, какие-то письма там. И вот так каждого человека. Каждый должен уметь, как бы, расчехляться. Ну, мне-то, как бы, это все равно, знаешь, я и так тут постоянно в этой теме ворюсь. То есть, а вот рядовому составу надо чуть-чуть потренироваться. Ну, единственный плюс, что они могут писать не только отрицательные отзывы, но еще и положительные. Ну, как это будет происходить? Я думаю, что первые проверки будут точно, как у нас там было, 15 замещаний, 20. И начнется это в июне, в июле. Поэтому надо как-то просидеть, чтобы уже первая инспекция прошла, а потом приехать на пароход. А то сильно круто 8 инспекций пройти, потом здесь ничего не будет, а потом ты приехал и снова на все эти инспекции. Все, завтра, полшестого утра просыпаюсь и заводим главный двигатель, поднимаем якорь и на среднем ходу подгребаем Колумбии. Там снова будет водолазная инспекция перед отходом. Ну, вот, хотелось бы, конечно, в Колумбии погулять и улететь, заснять тоже это на видео. Ну, что ж, до завтра. Рано утром мы провернули главный двигатель, подняли якорь и отправились на среднем ходу по направлению к берегам Колумбии, где нас ожидало 2 или 3 погрузки. И нужно было еще выйти из порта, постоять на якоре 5 суток. Что с портами выгрузки? Здесь было непонятно. Вначале мы должны были идти в Нью-Йорк. Потом оказалось, что груз надо греть. Первый порт выгрузки – это Виржинские острова. Потом, чтобы заблокироваться, нужно либо на Виржинских островах, либо идти на Фрипорт, Багамские острова. Посмотрим в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok